В последний день ноября в рамках недели доброты и щедрости на телеканале Видное ТВ состоялся трехчасовой благотворительный марафон в поддержку нашей землячки, 12-летней Кати Печенкиной. У девочки порог сердца. Недавно она перенесла тяжелую операцию и нуждается в длительном и дорогостоящем восстановлении. Марафон был направлен на сбор средств для подростка. Мы собираем как раз таки не только деньги, мы собираем надежду для родителей и для детей, которым она необходима, тем людям, которые к нам обращаются. Мы показываем им то, что они не одиноки. То, что есть люди, которые понимают и которые не останутся в стороне. В день проведения телевизионного марафона в Видновском торговом центре «Ларец» работала благотворительная ярмарка. Участие приняло более 15 мастеров, изготавливающих различные изделия своими руками. Украшения, головные уборы, подделки, свечи. Выбор грандиозный. Часть продукции уже к Новому году приурочены. Наборы, например, корзин, которые можно подарить с открытками. Ёлочные игрушки, тоже ручной работы такие, пожалуйста. Конечно, все хотим помочь, поэтому мастера, все, кто смог, присоединились. Организаторами акции выступили представители местного сообщества «Бизнес-леди», куда входит мама Катя Печенкиной. Часть вырученных с продажи изделий средств участники арт-базара перечислят на восстановительное лечение ребенка. Сама многодетная являюсь. Представляю какое-то несчастье, когда со здоровьем у ребенка проблемы. И верю, что люди могут подарить от чистого сердца немножко какой-то заботы, тепла. И чтобы Катя все-таки вернулась к нормальной жизни, полностью прошла реабилитацию и смогла заниматься своими любимыми делами. Также на ярмарке были представители двух кондитерских, которые раздавали сладости совершенно бесплатно. На свое усмотрение люди могли оставить деньги в специальном контейнере по сбору благотворительной помощи для Кати. Благотворительность – это вообще, как сказать, первое дело. В России это всегда было. Тут хороший выбор, то, что можно посмотреть и подарки прикупить. Я надеюсь, что хоть какой-то вклад внесется к девочке. Всего в ходе благотворительного марафона «Чистого сердца» на сегодняшний день удалось собрать порядка 250 тысяч рублей. Помимо этого, местный предприниматель, который предпочел остаться инкогнито, оплатил для Кати путевку в санатории Республики Крым. Я знала, что город дружный, но такой поддержки я даже не ожидала, если честно. Вообще нет слов. Огромная благодарность и приполняет эмоции. А благотворительный базар продолжит свою работу. Приобрести изделия ручной работы в торговом центре «Ларец» можно будет в субботу и воскресенье. Часть вырученных средств также пойдут на реабилитацию Кати. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.